Благодаря соглашению с РФС в Бурятии будут привлекаться квалифицированные тренеры и, соответственно, обучать наших. Также получит развитие и система клубного футбола. Усовершенствуется система подготовки спортивного резерва. В республике будут установлены новые футбольные поля и проводится еще больше футбольных мероприятий. Это слова министра спорта Ивана Козырева. Солидарен с его мнением и председатель Федерации футбола Бурятии Роман Галимов. Конечно, хотелось бы, чтобы на территории футболиста Бурятии сформировался футбольный клуб со своей структурой, со своей спортивной школой. Надеюсь, данное соглашение позволит нам в определенной степени данный вопрос решить. Прославленный бурятский футболист Владимир Гранат также выразил надежду, что у нашего футбола большое будущее. Я считаю, что для республики это очень большое событие. Если все обязательства будут выполнены и в нашем регионе появится команда ЮФЛ, то для ребят, играющих за эту команду, будет шанс проявить себя на более высоком уровне. А для юного поколения перспектива куда расти. Первые шаги благодаря сотрудничеству с РФС уже сделаны. Спортивная школа номер 6 получила статус детского футбольного центра и в довесок три футбольных поля стоимостью 9 миллионов рублей с уличными закрытыми боксами-раздевалками. Также еще на 1 миллион рублей РФС выделила отдельное оборудование. Это футбольные ворота и 580 футбольных мячей. На очереди проведение юношеской футбольной лиги. В 2022 году планируется на базе нашего центрального стадиона провести соревнования. Так, Ю-16, это юноше 16 лет провести соревнования. Мы встречаем здесь 12 матчей. Что самое главное, это все проводится за счет стресс Российского футбольного союза. На 2023 год планируется Ю-16, Ю-17 и на 2024 такие же соревнования провести Ю-16, Ю-17, Ю-18. Ну, соответственно, 16, 17 и 18 лет. То есть уже наши дети, наши юноши будут видеть перспективу развития. Что касается главной команды республики, наши сборники готовятся к матчам на уровне высшей лиги. Желание есть, нужны возможности. Прошлые два года из ограничительных мер все-таки чемпионат проводился в укороченном формате. А в 2022 году в полноценном формате пройдет чемпионат. И этих средств нам, наверное, все-таки катастрофически не хватит для существования клуба. Хочется найти поддержки от властей республики Бурятия и начать все-таки строить эту пирамиду. Это детско-юношеский футбол, где будут увеличены все возраста. Все сборные республики Бурятия, где будут проводить достойные тренировочные мероприятия. В Минспорте обещают помочь. Что касается нашей флагманской команды ФФК Бурятия, здесь, конечно, у нас есть недостаток финансирования. Мы тоже совместно с федерацией подготовили на сегодняшний день бюджетную заявку. Она будет рассмотрена на ближайшей сессии народного хурала и будет принято решение по увеличению финансирования. Рассчитывают на главную команду и ответственные лица за детский футбол в Бурятии. Чтобы детям было куда расти, нам нужна сильная сборная в большом футболе, а также профессиональный мини-футбольный клуб. Если у нас не будет главной команды, сборной, то смысл вообще вот этим 130 командам, несколько тысяч ребятишек, смысл вообще играть тогда? Ну, для чего? Непонятно. То есть, ну, хорошо проводить выходные, да, но они все тренируются по 4-5, кто-то 6 раз в неделю они готовятся, они видят себя футболистами, хотят стать футболистами. И, как бы, это наш долг, наша обязанность создать им такой плацдарм, да, и чтобы они пришли когда-то в эту команду. А чтобы они играли в сборной Бурятии, как бы, за свой регион и никуда не уезжали, что самое главное. Дмитрий Гомбоев, Новости дня.